Продолжаем проходить пособие по изучению Евангелия от Марка, урок 2. Евангелие от Марка, 1 глава, с 14 по 20 стих. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие от Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, и идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ними. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починевающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Завидея в лодке с работниками, последовали за ним. Служение Христа начинается за окончанием проповеди Иоанна. Сперва плуг, потом посев. Сперва обличение, затем исцеление. Сперва закон, затем благодать. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истины произошли через Иисуса Христа. Что такое Царствие Божие и где оно? Вопрос. Не есть ли оно там, где Дух Божий господствует? Мы читаем Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. 19 глава, 23 стих. Иисус же сказал ученикам Своим, Истинно говорю вам, что трудно богатым войти в Царствие Небесное. Марка, 10 глава, 14 стих. Увидев то, и Иисус вознегодовал и сказал им, Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих. Но Иисус сказал ему, Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Евангелие от Луки, 17 глава, 20 по 21 стих. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. И Иисус отвечал, Царствие Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было Царствие Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям. Но ныне Царствие Мое не отсюда. Послание к римлянам, 14 глава, 17 стих. Апостол Павлу. Ибо Царствие Божие не пище и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Послание апостола Павла к Колоссянам, 1 глава, 13 стих. Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царствие возлюбленного Сына Своего. Если это так, то что значит выражение «войти в Царствие»? Мало принимать, стоять близко и соглашаться. Нужно действие воли, войти, принять. Первые проповеди Христа сообщали о двух фактах и требовали от людей двух действий. Стоит вникнуть, в чем разница с проповедью Иоанна. Первое знакомство Христа с будущими учениками указано в Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 35 по 51 стих. Мы читаем. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И увидел идущего Иисуса, сказал, «Вот агнец Божий». Услышав от него сие слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидел их идущих, говорит им, «Что вам надо?» Они сказали ему, «Рави, что значит учитель, где живешь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос». И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты Симон, сын Ионин. Ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за Мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинно израилетянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» И Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, «Когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, «Я видел тебя по смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстцем и ангелов Божьих восходящих и нисходящих Сыну Человеческой». Теперь Он зовет их следовать за Собою. Хорошо вспомнить, какими они были по природе, ученики Его, и что Христос сумел из них сделать в итоге. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 42 стих. «И привел его к Иисусу. И Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень». Петр. Деяние, 4 глава, 13 стих. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись между тем, узнавали их, что они были с Иисусом». 2 глава, 14 стих. Деяние апостолов. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте слова моим». Вопрос. Почему Христос выбрал своих первых деятелей из этой простой среды? Матфея, 11 глава, 25 стих. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». 1 Коринфянам, 1 глава, 26 по 29 стих. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрые мира, чтобы посрамить мудрых, и немощные мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные. И незнатное мира, и неуничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Христос призывает учеников не к отшельничеству, а к деятельной, благословенной для других жизни. Не в монастырь, а к народу. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 15 по 18 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истину Твоею. Слово Твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. «Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Евангелие от Матфея, 9 глава, 6 по 8 стих. Одно ли духовенство в настоящее время призвано быть «делателем» на Ниве Божьей и распространителями Евангелия, или к участию к этому призваны также и все истинные христиане? Это вопрос, подумайте над ним». Деяние, 4 глава, 20 стих. «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Деяние, 8 глава, 1-4 стих. «Саввл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по ним. А Саввл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово». Деяние, 11 глава, 19 по 21 стих. «Между тем рассеявшиеся от гонений бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра, и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовавов обратилось к Господу». Римлянам, 16 глава, 3 по 6 стих. «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного Епинета, который есть начаток Ахии для Христа. Приветствуйте Марьям, которая много трудилась для нас. Девятый стих. «Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, Истахия, возлюбленного мне». Двенадцатый стих. «Приветствуйте Трифейную Трифусу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе». Первая в Фессалоникийцам, 1 глава, 8 стих. «Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». 1 Тимофея, 5 глава, 17 стих. «Достойно начальствующим пресвятерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Сегодня самое большое сопротивление в этом направлении оказывают именно церковники и в этой самоизоляции учат и в семинарии, и в академии. Ученики радостью пошли за Христом, с радостью, оставив прежний образ жизни. Не следует ли некоторым из нас, если хотим быть учениками Христа, переменить свою жизнь в каких-нибудь отношениях, и особенно в отношении проповеди по всему миру, от человека к человеку, от двери к двери, как делают иеговисты, распространяющие свою ересь. Десять иеговистов в этом отношении и направлении делают больше, быть можем, чем все священники православной церкви. Послание апостола Павла Ефесянам 4 глава 17 стих «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступали прочие народы, по суетности ума своего». 2 Тимофея 2.4 «Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». В чем, например? Какими делами не связывает себя воин? В чем угодить военачальнику? Наш военачальник Христос. Евангелие от Марка 1 глава 21 по 34 стих «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал. «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назрянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него!» Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлось о нем, молва по всей окрестности в Белилее. Выдержав вскоре синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Чеща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь народ собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Учение книжников заключалось главным образом в бездушном, мелочном толковании закона Моисеева и предании старцев, причем важное место отводилось цитированию мнений и изречений знаменитых раввинов. Девицы учению Христа и преклоняться перед Ним недостаточно. Евангелие от Луки, 11 глава, 28 стих. А он сказал, «Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Проповедь Христа неожиданно прерывается криками несчастного бесноватого. От присутствия Христа зло обнаружилось. Христос не прогнал несчастного, а исцелил его. Он на деле показал, что Он имеет абсолютную власть и над миром нечистых духов. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. «И приблизившись Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Марка, 1 глава, 27 стих. «И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это, что Он, что это за новое учение, что Он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему». Христос является здесь не моралистом, а победителем нечистой силы. «Можно ходить в синагогу, можно признавать Христа Богом, знать все, и все-таки остаться с бесом в душе». Евангелие от Марка, 3 глава, 11 стих. «И духи нечистые, когда видели Его, падали перед Ним и кричали, «Ты Сын Божий!» 5 глава, 7 стих. «И, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь мя!» Евангелие от Луки, 4 глава, 41 стих. «Выходили также и бесы из многих с криком и говорили, «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос». Деяние, 19 глава, 15 стих. «Но злой дух сказал в ответ, «И Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Послание Якова, 2 глава, 19 стих. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Какая антипатия и какой страх звучит в словах? «Оставь, что тебе до нас!» 2 Коринфянам, 6 глава, 15 стих. «Какое согластье между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». «Почему народ собрался так поздно при наступлении вечера?» Стих 32-й. Вопрос. «Субботний день кончался при заходе солнца». Мы читаем Исход, 20 глава, с 8 по 11 стих. «Помни день субботний, чтобы осветить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу, Богу твоему. Не делай он и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Евангелие от Луки, 13 глава, 14 стих. «При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Другой вопрос. Почему Он, Христос, никогда не позволял бесам свидетельствовать о Нем? Евангелие от Луки, 4 глава, 41 стих. Выходили также и бесы из ноги с криком и говорили, «Ты Христос, Сын Божий!» А Он запретил им сказывать, что они знают, что Он Христос. Быть может, потому что у Него цель не оправдывает средства. Евангелие от Марка, 1 глава, с 35 по 45 стих. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Симоны, бывшие с ним, пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, «Все ищут тебя!» Он говорит им, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо Я для того и пришел». И Он проповедовал в синагогах, их по всей Галилее, и изгонял бесов. Приходит к Нему прокаженный и, умоляя его, и, падая перед Ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь Меня очистить». И Иисус, умилосердившись над Ним, простел руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу очистить». После сего слова проказа тотчас сошла с Нему, и он стал чист. И, посмотрев на Него строго, тотчас отослал его и сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к Нему отовсюду. Христос так сильно осознавал необходимость общения с Богом наедине в молитве, что даже во время усиленной работы Он жертвовал сном, несмотря на усталость, и вставал весьма рано, чтобы только найти время. Евангелие от Марка, первая глава, тридцать пятый стих. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. И отпустив их, пошел на гору помолиться». Это было Марка, шестая глава, шестой стих. Далее, Евангелие от Луки, пятая глава, шестнадцатый стих. «Но он уходил в пустынные места и молился». Евангелие от Луки, шестая глава, двенадцатый стих. «В те дни взошел он на горы помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Молитва для души то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве верный указатель нашего духовного состояния. Находим ли мы время для молитвы? Псалом, пятая глава, четвертый стих. «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать». Псалом, двадцать шестая глава, восьмой стих. «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». Как ответить человеку, который не верит в силу молитвы? Вопрос. Христа ждут в Капернауме, а он идет в другую сторону. Он не желал прослыть чудодеем-целителем, но хотел прежде всего остаться благовестником Божьим. Христос ищет Божьего руководства к тому, как поступить, затем действует совершенно независимо, пренебрегая людскую славу и популярность. Ищем ли мы Божьего руководства, чтобы поступать так, как говорит нам Священное Писание? Умеем ли мы сравнивать то, что нам предлагается, с тем, что нам говорит Бог? Те, кто называются церковными наставниками, священники и архиереи, желают ли, чтобы слушатели их слова сверяли все слышанное от них с Библией? Можем ли мы говорить так, как сказал Кирилл Иерусалимский? Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Исцеление болезни было лишь средством к цели. Хотел ли Христос того, чтобы его учеников поминали в храмах с постоянной приставкой «чудотворец», 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 «чудотворец»? Для Христа нет безнадежных пациентов. Запомним краткую молитву прокаженного. Иногда Бог и нам не велит рассказывать о самом глубоком нашем духовном опыте всем и каждому. Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 по 12 стих. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохольствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи или сказать «Встань, возьми свою постель и ходи?» Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и взял постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. Вина не в проповеди, а в их сердцах, что они уверовали. Матфея 11 глава с 23 по 24 стих «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звернешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет день суда, нежели тебе». Евреям 2 глава 3 стих «То, как мы избежим, вознеродев оттоликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него». Чему научают нас в смысле молитвы за других случаев расслабленными? Иакова 5 глава 16 стих «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». «Господь простил все грехи разом». Евреям 10 глава 18 стих «А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Римлян 30 глава 21 стих «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки». Деяние 10 глава 43 стих «О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его». Деяние 13 глава 48 стих «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали всех, которые были предуставлены к вечной жизни». Иногда внешнему исцелению должно предшествовать внутреннее духовное исцеление. Бывший расслабленный имел уверенность теперь в прощении грехов. Имеем ли мы эту уверенность и как ее получить? Ответьте пожалуйста на этот вопрос. Редактор субтитров Корректор 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 Корректор